МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и толерадой о компании Гомель, у студии працуэн Наталья Игнатенко. Глядзете у гэтым выпуску. Профсоюзный тыдень лесу 2020. У рамках акции сегодня было высаджено больше 7 тысяч древ. Ходи на землю, да лучицы даяе завтра усих беларусов, закликая Министерство природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. Сам на сам с мастацтвом специальный проект запустила картинная галерея Гаурила Вашчанки. Большая частка життя присвечена выхованию чемпионов. Сёня свой день нараджения означает заслуженный тренер Беларуси Мария Кирилова. А зараз об гэтым иншим больше подробязна. Нормы у будавництве, реалізація инвестпроектаў у Галіне і безпека людзей. Гэтэтэ мы сёння ў центры уваги на высшайшам узровні. Президэнт наведаў предприемства Белгіпс, адзінае ў нашай краіні, якое вырабляе будавничыя сумязі і гіпсавые пліты. Йсторія завода налічываў ўжо больше, як 70 годов. За гэтый час тут значна пашырылі лінійку продукції. Менш за год тому завод завяршыў модернізацію, ў минулым жніўні ўжо вишаў на вытворчыя магуднасті. Рынак будматэріялоў высока конкурэнтны. Тому ставку робець на инновацийную продукцію. Безумовна завода рэнтаваны на експорт. Сёння знішня гандлёвае на прамкі. Україна, краіны Прибалтыкі і Польща. Размова на предприемстве Президэнт пачынае з ситуаціы ў целым ў будавничыя Галіне Беларусі. Необходна ліквідаваць існуючыя бар'єры. Даг этой размовы яшчэ вернутся. Президэнт спытая за кожнае даручэння. Я поручыл, што бы ў течэнне определённого врэмені всю нормативно-правовую базу ад инструкцій до закону перелапателі і перешлі на европейскі стандарты. Сушыўте, ну европейцы не дураки. Строять легко, просто, вот, пажаласта, навес. Ну, наверно, европейскі стандарты. Всё очэнь просто. Нет. У нас вместо лёгких конструкцій – балки. фермы, железобетон, закрить, перекрить. І все це було занормиро. Все це було в законах. Пустотой занимались, тратили огромні деньги. Була поставлена задача, наверное, лет 10-12 назад пересмотреть все законодавство і перейти на лучші мирові стандарты. Щоб проще було застройщикам, щоб проще було арендаторам, арендаторам, і строителям в тому числе. Не дай Бог, министерство і Кухаро не змогут нам відповідь на один вопрос в плані устрінення всяких барьерів, препятствий в строительной отрасі. Много зробили, я не сподіваюся, але жалуються, що ще є ненужні проблеми, які ми іскусно створюємо. треба розкріпати людей, там, де потрібно, де грозить угроза життя чоловіку, де діти, там і прочее, життя, там треба строити і контролювати. Візді це треба, але і зліше збитті не треба. Олександр Лукашенко ознайомився з особливостями витворчості будовничих матеріалів з гіпсу, а так само поцікавівся ближайшими планами предприємства. Так Белгіпс планує з красавіка арендовать кордонну фабрику у Пуховічах і на її можутностях організовать перапрацовку Тетропака, який стане основою для відновленої целлюлози. Її будуть поставлять на білорусські предприємства. Запуск витворчості намечений на другое погодзі. Президент ініціативу оцінів. У цілому праці і планами предприємства Олександр Лукашенко застався задоволений. Белгіпс працює не тільки на сьогоднішній день, але й думає про перспіктівы нашого завтра. Своїми ураженнями керівник державы поділился з супрацівниками предприємства, а так само відказав на їх питання, які хвалюють громадства. Дорогі будовніцтва на діходзіше святковання великої перамоги. Особно Олександр Лукашенко я ще раз спынівся на ситуації з коронавірусом, його впливе на економіку. Вы не думайте, що ми не обратили увнімання на то, що праисходить? Нет, ми цим займаємся, але тільки без шума і пыли кожен займатися своїм делом. Але головна проблема сьогодні, вже це поговарюють і в Росії, і в інших, коронавірус зокінчиться. Психоз цей зокінчиться. Місяць-два. А економіка рухнула в мірі. А предприятия не працює, це і на нас повлияло. А я спрашиваю, ви свою продукцію продаєте? Слава Богу, продаєте. А якщо б ви стояли і не продавали? Деньги откуда? Ніхто вам з воздуху... Нет, можна. Я завтра дам команду, напечатаєм. Деньги, белорусські рубли вам раздадим. Але ви готові к тому, що через місяць-полтора ціну в два рази повисяться в магазинах? Не готові. Нам і так з Росії вот этот рубль, а це наш основной партнер, і в інших країнах починає рубль колебаться, і ви починаєте вместе з ним колебаться. Нам хватає не тільки завезеного коронавірусу, але і економічних проблем нам достаточно. Нам їх підкинут извне. Так зачем нам усугублять внутри страни і создавати лишні проблеми? Тому я не закрывал ні одне предприятие. І наоборот, якщо ваше собственник стоїть, не дай Бог би приняло це рішення, ми би з ним почали спокійно сначала розбиратися, чому закрили предприятие. І як ти людей будеш кормити? Ти взялся, ти отвечаєш за це? Робота і корми людей. Це к частному предприятию. А з государством взагалом короткий. Нужно работать. І в протяг гэты злобадзённой темы. Вірагодна зараз нема неводного дорослого чоловека, якого б не клопотіла тема коронавіруса. У магазинах, на вулицах, у гутарках, сябрами і близкими, яна всі ровна одна з галовных. Чуткі змішваюцца з фактами, і зразумець, де правда, а де вымысіл, буває складана. Наш колега Александр Гавейка, паготары у знамеснікам галовного державного санітарного урача Гомельськай в області Растиславом Зіновичем. Корреспондент задав спеціалісту питання, які більш за усе турбавалі жіхароў нашага регіона у апошні тыдзінь. Сюрод їх, наприклад, ситуація з випадком у житкавічах. Нахадаємо, у жанчыны знайшли коронавірусну інфекцію, а наступные обслідовання вынікі першопочатковых обверхли. Мероприятия начинают проводиться при регістрації вероятного случая. Вероятный случай – это, если есть показання, значит, медики начинают работать, но для того, чтобы окончательно определити, есть ли там РНК віруса, значит, необходимы подтверждающие тесты. На це нужно время. Ну і система тестування, она многоступенчатая. Сначала самый простой, що-то вроде експрес-теста, потім більш реальний к жизни, но требующе більшого времени. Все верно? Да, верно. І для того, щоб получить объективну інформацію, тестування проводиться на различних тест-системах. То есть, якщо на одной тест-системі получилось подтвердення, или там какой-то сомнительний результат, значит, идет подтвердення дальше. Ну, в этом данном случае, значит, это подтвердение проходило некоторое время, но на сегодняшний день я уже сказал, что мы работаем в режиме повышенной готовности, и проведение мероприятия начинается при подозрении, регистрации вероятного, подчеркиваю, вероятного случая. Поэтому в данной ситуации были проведены мероприятия. Значит, вероятный случай пациент был госпитализирован, были выявлены ближайшие контакты, значит, за ними установлено медицинское наблюдение, они были также обследованы. Значит, ну, после подтвердения уже на других-то системах о том, что данные РНК вируса не обнаружено, соответственно, диагноз был отменен. Подробязности у Великим интервью с Ростиславом Зиновичем у новинах «Ты дня». Глядите программу у неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». У рамках мероприемства у промеркованных до года малой родимы и 75-ти годзе перемоги у Великой Айчыной войне областное объединение профсоюза упроводит акцию «Правсоюзный тыдень лесу-2020». Только за сегодняшний день на территории Гомельского га вопытного «Лесгаса» посаджено больше, чем 7,5 тысяч дреу. Разом с активом громадской организации в лес выехали и наши корреспонденты. У делу громадско-корисных акциях для профсоюза у Гомельской области уже традиция. Ця родопошняга – перелечение омаль 100 тысяч рублев на будовництво мемориала у вёсцы Алла Светлогурского района. Что дыржится посадки лесу, то у этой акции профсоюзы примают у дел постоянно. Только на протягу одного дня заплановано посадить больше, чем 7,5 тысяч дреу. Это символичная личба. 7500 рослин до 75-ти годя – перамоги. Хоть справа не только у колькасти. Акция всеобщая. Ну и профсоюзы, так же, как и часть общества, не можем оставаться в стороне. В любом случае мы участвуем. И посадка деревьев, я считаю, для каждого человека – это благое дело. Дерево вырастет, будет память. Тем более, именно восстановление тех массивов в нашей области, которые были подвержены именно к этому караеду, ну, настоячно надо их возобновлять, высаживать. Я думаю, что это благое дело, которое участвуют все, в том числе и профсоюзы. На этот раз для посадки подобрали дубы и клены. Для лепшей проживальности зараз выкарастовывается специальный состав – карпант сил. Его образ працавали у институте лесу. Клены будут выконывать сперш за все декоративную функцию, бо гэта участок знаходится каля дороги, а про таго его листья полябшая якость – глебы. Что тычется дуба, то для промысловой перепрацовки он будет пригодный про 120 годов. По великим рахунку, гэта подарунок для насчатков. А про таго дуб устойливый до караеда. У минулом годе только у Макеевским лесництве пошкодженные древы пришлось высякшить на 40 гектарах. Гэта амаль 8 тысяч кубометра удраунины, для перевозки якой необходимо 130 шагуночных вагонов. Все лето ситуация мониторится практически что день. На сегодняшний день точно никто не может сказать, так как зима вообще была непонятна. Но, по крайней мере, пока никаких вспышек нет. Наблюдаем. Пока лёд его незаметно. В том году где-то уже апрель-май он уже пошёл в лёд. Поэтому надо смотреть именно в апреле-май. Селетний план весенней посадки саджанцов у Макеевским лесництве 40 гектаров. Каля 8% з'их на рахунку профсоюзной организации. Олег Сентюров, Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко. Телерадоя компания «Гомель». Управление Следчивого комитета Республики Беларусь по Гомельской области так само в лику перших поудельничало в тыдне лесу. Об тем, як квартовые правопарадки допомагали примножать природные багатти, доведалася наша здымочная бригада. Ранецой працованный десант Следчивого комитета выехал у Грабовское лесництва. У акции удельничали каля 40 человек. После короткого инструктажу яны займалися посадкой сосен, клёнов и бярос. Тут не было тыг, для кого справа выклякала некие тяжкости. Усе выезжали на тыдне лесу минулые годы, а так само регулярно працуют на городских и районных субботниках. Большость волонтёров – молодые супрацовники комитета. Разом з ими плячо-плячо працует старейшее поколение следших. Для нас это, во-первых, возможность экологии оказать какое-то содействие, оставить после себя какой-то след. Ну и, конечно же, второй момент, этот аспект – это возможность сплотить коллектив, побыть вместе, вместе потрудиться, вместе отдохнуть. У Владислава Пясенко удельничает шеу тыдне лесу уже другий раз. Для молодого человека это махчимость суместить клопота в природе и активный отпочинок. Тым больше нечасто удается провести час с коллегами у неформальных обставинах. Я думаю, что эта акция важна в любом случае. Это участие в общественной жизни. Это полезно для окружающей среды. Вядома, что селетний тэдзин лесу призначены до 75 год за великой перемоги. Управлёння Следчая комитета Республики Беларусь по Гомельской области зарабила свой вклад у реализацию гэта инициативы. Сёння их силами была высаджена каля пяти гектаров древ. Нагадываем вам, что долучиться до акции могут усе жадающие. Миколай Скинсиян, Валера Гапанько, телерадо-компания «Гомель». Пахуторить по телефону с представниками мясовой улады жихары нашего региона змогуть завтра. 28-го соковика на питании грамадян откажет первый наместник старшини Абл-Выконкама Игорь Часнок. Звязаться с ним можно по номеру 33-12-37. Так само в этой субботу правую линию проведет наместник старшини Гомельского Агар-Выконкама Виталий Таманчук. Телефон для субботу 51-19-54. Прамые линии будут працавать, як звычайно, с 9 ранницы до 12-1. Сёння по всей краине проходит один и день безпеки дорожного руху. По статистыце, измена сезона – самый небезпечный час на дорогах. У субботу с этим супрацовники ДАИ контролюют выконание водителями правилов дорожного руху. Особливую увагу инспекторы надают выкорыстанию рамянеобеспеки. Масштабная проверка закранула и наявность шлемов, дитячих аутокреслов и инших утрымливающих прилад. Министерство природных ресурсов Яховы Новокольного Сяродзе закликает белорусов долучиться до акции «Гадзина земли». Для этого завтра с 20.30 до 21.30 треба выключить светло и электроприборы. Так само по всей краине на одну годину потушить подсветление архитектурных помников. «Гадзина земли» притягивает увагу до осторожного ставления до природы и ресурсов планеты. У компании что год принимают этот дел больше, как 2 миллиарда человек в 188 краинах. Конкурс детских малюнков «Команда родного города» стартует в регионе. Его иницияторы – футбольный клуб «Гомель» и волонтерские отрады «Открытые сердцы». Работы будут приниматься до 8-го красавика по месту учебы во всех школах города. Будут вызначены 11 переможцев. Футболисты «Гомеля» особиста их поменьшуют и уручат памятные подарунки. Сам нас с мастерством. Специальный проект запустила картинная галерея Гаурила Вашченки. Новый формат предугледживает полное погружение наведывальников в творчую атмосферу. Жадающие смогут забронировать особиста для себя и своей семьи час наведывания выстав на полную годину. Кабы пынуться с амнасом с мастастом, треба за день да наведывание забронировать свой час у галереи по улице Карповича 4, в тю зале на проспекте Ленина, 43. Организаторы нагадали, что теперь у галереи по улице Карповича можно убачить литографии работ одного из самых вядомых мастаков французской школы. У экспозиции «Анры Матис погляд», а так само доступная «Русская Атлантыда» – воздачная выстава проекта, який объеднал мастаков удельников, что годовых весенних и восенских пленеров у городах Малога Золотого Кольца России. У выставочной зале по проспекте Ленина представлены незвычайные экспонаты, коллекционные ляльки ведомых вытворцев, большим цацкам. Сегодня свой день народжения означает заслуженный тренер Беларуси Мария Кирилова. 54 годы, своих 75, она просвятила подрыгтовцы плывцов. По веншавателю белярку областное управление спорту и туризму пришли вучни и коллеги. Мария Алексеевна означает, что отрымливать веншавань не сёння пачала с 4-х годин ранецы. Шмат сяброу и былых выхованцев живут за мяжой. Слов подяки, веншаванев и самых наилепших пожаданев шмат. Улику выхованцев Марии Кириловой, удельники олимпийских гульняв, переможцы республиканских споборництвов, рекордсмены СССР и Беларуси. У Марии Алексеевны спортивная семья. Амалью всю свою тренерскую карьеру працевала разом со своим мужем, який некальки годов тому пайшоу життя. По следах батьков пайшли и три дачки. Усе зараз коллеги, так само тренеры. Плаванием займаются и четверо с пяти внуков. Працуя Мария Алексеевна в училище Олимпийского резерва. Тренерскую деятельность лишит своим призванием. Любимая праца допомагает заставаться бадерой и активной. Все-таки, наверное, это дается с характером, дается, наверное, как это, назначение в жизни, я не знаю. Но я всю жизнь, хотя я по натуре строгая. Я, короче, знаете, такая пряник и кнут. Наказала, я сразу отхожу. Может быть, вот это у меня и, в общем-то, по жизни мне дает. Это и так сама иншая новина. Информацию об проектах Талерадио компании Гомель вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. Усего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфиры телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле на Речевском проспекте сегодня ночью разбился БМВ. Водитель выехал за пределы проезжей части, потом на тротуар и ударился о дерево. Чтобы извлечь из салона автомобилиста, понадобилась помощь спасателей, а не оперативные прибыли на место происшествия. В ГАИ выясняют причины и обстоятельства аварии. В ГАИ сообщается, что у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Он не пострадал. ГАИ установила личность водителя, который мчался по автодороге «Восточный обход» со скоростью 140 км в час. Это гомельчанин, не имеющий права управления, учащийся одного из лицеев областного центра. Вот это видео, которое выложил юный любитель экстремальных заездов в социальные сети. Один из пользователей увидел его в интернете и сообщил в ГАИ. Там провели проверку, установили личность нарушителя и привлекли его к административной ответственности. Установлено, что транспортное средство, которым управлял этот молодой человек, является арендом, так называемым каршеринговым. Соответственно, хотелось бы обратиться ко всем нашим взрослым, родителям, следите за своими детьми. И то, что они достигли 18-летнего возраста, все равно нужно проявлять какую-то заботу и внимательность. И среди чем они занимаются, как они ездят, на чем они ездят и как в целом ведут себя на дорогах нашего города и области. Регистрацию в каршеринговой службе извозом могут пройти только те, кто получал удостоверение и имеет достаточный стаж. Парень, который гнал по гомелю со скоростью 140 км в час, еще не закончил обучение в автошколе и попросил арендовать машину друга, который и снял этот ролик заднего сидения авто. Согласно договору аренды за передачу права управления, ему грозит крупный штраф от перевозчика. С целью недопущения подобных скоростных заездов сегодня с учащимися Гомельского профессионального аграрно-технического лицея, сотрудники ГАИ провели профилактическую беседу. Им напомнили, чем может обернуться нарушение правил дорожного движения и тем более управление автомобилем на высокой скорости без прав. Гомель уже знает примеры, когда результаты превышения скорости имели печальные последствия, как для самих водителей, так и для пешеходов, случайно оказавшихся на пути у транспортного средства. Цель ГАИ – предупредить новое ДТП. За сутки два пожара и два поврежденных строения. Восемь раз спасатели Гомельской области выезжали на оказание технической помощи. В деревне Зеленая долина Жлобинского района горел деревянный жилой дом. Хозяйка – 53-летняя женщина. Пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожар, но дом сильно пострадал. Обрушилась кровля, сгорело имущество. Причина – неосторожное обращение с огнем. А это кадры пожара в молитвенном доме. Огонь охватил деревянное здание Гомельской епархии в деревне Коровцовка Гомельского района. Огонь быстро распространился по помещениям. Крыша обрушилась, выгорели перегородки и имущество. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации печного отопления. При росте семь пожаров в экосистемах за сутки 27 марта в Гомельской области зарегистрировано 14 пожаров травы и кустарников. Общая площадь возгорания – почти 4 гектара. Пожары имели место в Брагинском, Житковическом, Жлобинском, Наравлянском, Калинковическом, Петриковском и Хоникском районах. На территории Реческого произошло возгорание Торфяника. В Леческом и Житковическом районах зафиксированы три лесных пожара. В преддверии теплых выходных МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при отдыхе на природе и сжигании мусора на участках. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Единственный представитель нашего региона в элите – Мозырьская Славия. Свой матч проведет завтра. Полишуки ждут в гости Борисовский Батэ. Игра пройдет на поле стадиона «Юность» в Мозыре. Начало в 15.00. Напомню, что на старте чемпионата неделю назад Славия уступила Слуцку 1-3. Представители первой лиги футбольного чемпионата продолжают подготовку к стартующему в апреле сезона. Футбольный клуб «Гомель» в субботу в Минске проведет спарринг с представителем второй лиги команды «Ивацевичи». Гомельский «Локомотив» на поле стадиона «Юность-Дюшор» номер 8 в нашем областном центре встретится с Рогачевским Днепром, также представляющим вторую лигу. Начало в 14.00. Завтра состоятся поединки 21-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Пройдут они вновь при пустых трибунах. В областном дерби на паркете спорткомплекса «Локомотив» в «Гомеле» сойдутся БЧ и Светлогорский ЦКК. Железнодорожники сейчас располагаются на второй позиции ЦКК на девятой. Старт поединка в 14.00. Параллельно в столице начнется матч между Минском и Гомельским ВРЗ. Минчане на восьмом месте в турнирной таблице ВРЗ на четвертом. Очередные поединки пройдут и в мужском гонбольном чемпионате. Гомель завтра сыграет с Гродненским Крононом. Матч пройдет во дворце игровых видов спорта. Начало в 19.00. Болельщиков просят воздержаться от похода на поединок и посмотреть матч в прямой трансляции на сайте Белорусской Федерации Гонбола. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова